Здравствуйте! С новостями НТВ Алла Чернышева. Пленных освобождают отдельные подразделения. Донецкое ополчение заявляет, что четкая схема обмена до сих пор не согласована с руководством Украины. Долгая дискуссия не принесла результатов. Дипломаты Евросоюза снова отложили вступление в силу новых санкций против России. У главного офиса Южного Креста уже собираются клиенты. Один из крупнейших российских туроператоров приостановил работу. Удары по Сирии будут, но только по базам террористов. Во вращении к американцам Барак Обама демонстрировал суровую непреклонность. Звонки родным и легкий завтрак. На землю вернулся экипаж, почти полгода работавший на международной станции. Несколько взрывов прогремели на юге Донецкой области. По самочевидцев, залпы орудия недалеко от поселка Еленовка раздавались порядка 20 минут. Ополченцы пресекли попытку украинских военных прорваться к отрядам, заблокированным в районе аэропорта. Кроме того, силы самообороны ликвидировали две колонны бронетехники. Под Иловайском и Мариуполем захвачено около 20 бронемашин. Армия ДНР заняла город Комсомольска. Над зданием мэрия уже поднялся к республике. При этом обе стороны заявляют о необходимости сохранять перемирие. До конца недели ожидается массовый обмен пленными. Но четкой схемы до сих пор нет, заявил глава Верховного Совета Донецкой Республики Борис Литвинов. Передача пленных происходит не централизованно, а лишь по линии отдельных подразделений ополченцев. А президент Порошенко написал на своей странице в социальной сети, что накануне были освобождены около 30 человек. Дипломаты Евросоюза в очередной раз отложили вступление в силу нового пакета санкций против России. Дискуссия на эту тему проходила в Брюсселе. Продолжалась 7 часов и не принесла результатов. Представители Италии, Австрии и Финляндии выступили против ужесточения антироссийских мер. А поскольку для их введения требуется одобрение всех членов ЕС, заседание снова пришлось перенести. Обсуждение в Брюсселе продолжится сегодня. Напомню, первый пакет запретительных мер против России ввели еще в марте этого года. Европейские политики, наряду с США, обвинили Москву в эскалации конфликта в Новго-Востоке Украины. Вашингтон готов нанести авиадары по позициям боевиков в Сирии и Ираке. Об этом несколько часов назад заявил Барак Обама. Он выступил с телеобращением к нации, рассказал о стратегии борьбы с новым главным врагом Америки. Это группировка «Исламское государство». По мнению президента, она представляет угрозу не только Ближнему Востоку, но и США. Речь Обамы послушал Алексей Василовский. Для президента Обамы сегодняшнее выступление стало вроде работы над ошибками. Всего две недели назад он признался, что у Белого дома нет четкой стратегии борьбы с экстремистами. Казнь двух американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлофа заставила Вашингтон немедленно искать ответные меры. Барак Обама обратился к нации в канун 13-й годовщины терактов 11 сентября и при этом ни разу даже не упомянул Аль-Каиду, организовавшую атаки на башни Близнецы, подчеркивая, что сегодня именно «Исламское государство Ирака и Сирии» главная угроза для США. Террористы угрожают народам Ирака, Сирии и всему Ближнему Востоку, включая работающих там американских граждан. Если их оставить в покое, то они могут представлять угрозу и для Соединенных Штатов Америки. Мы пока не знаем, планируют ли они теракт на нашей территории, но их лидеры угрожали Америке и нашим союзникам. Соединенные Штаты расширяют географию авиаударов. Отныне США намерены атаковать боевиков не только в Ираке, но и в Сирии. В умеренной оппозиции в Сирии, которая борется и с экстремизмом, и с режимом президента Башара Асада, Обама намерен выделить деньги на закупку оружия, снаряжения и медикаментов. А в Ираке США усилит помощь правительству по тренировке сил национальной безопасности. Для этого в страну скоро отправят еще 475 солдат. При этом президент США пообещал, что американские солдаты ни в каких наземных операциях участвовать не будут. Я хочу, чтобы американский народ понял, наши действия будут отличаться от войн в Афганистане и Ираке. Американские солдаты не будут воевать на чужой земле. Эта антитеррористическая кампания будет вестись при помощи нашей авиации, при поддержке наземных сил наших партнеров. Чтобы ударить единым фронтом, Соединенные Штаты собирают международную коалицию. Госсекретарь Джон Керри сегодня вел переговоры в Ираке, завтра он отправляется в Саудовскую Аравию и Орданию, затем в Европу. В целом речь президента была встречена в стране положительно. На фоне сообщений из Ирака, где террористы продолжают отвоевывать все новые территории, США давно ждали от Обамы решительных действий. Из-за усиления позиций исламских боевиков в Вашингтоне накануне 11 сентября до наивысшего подняли уровень террористической угрозы. Сенаторов попросили держать при себе ключи и ценные вещи на случай, если придется эвакуировать Капитолий. Алексей Веселовский, Владимир Бадиков, НТВ, США. Около часа назад у главного офиса Южного Креста стали собираться клиенты, туроператора, который накануне объявил о приостановке своей деятельности из-за нерентабельности. Сейчас главное вернуть домой тысячи пострадавших и компенсировать затраты тем, кто только готовится отправиться в отпуск. Брал путевки в июне месяце на полуостров Хайнань, Китая. Вшера прошла вечером информация, что туроператор приосновил свою деятельность. Вот хотел выяснить здесь в офисе последствия, какие дальнейшие действия, что вообще произошло. Пока никакой информации нету. Сказали, что компания в 10 часов начнет работать. Ждем. Кроме столицы, филиалы Южного Креста действуют практически во всех городах-миллионниках. Эти кадры мы сегодня получили из Владивостока. Редкие клиенты стучатся в закрытые двери и пытаются дозвониться по телефону, который никто не берет. И такая ситуация сейчас во многих офисах компании. И сейчас деловые новости. В студии Денис Талайв. Денис, каковы прогнозы? Удастся ли компенсировать все потери клиентам Южного Креста? В Российском Союзе туриндустрии говорят, что, скорее всего, нет. Туроператор Южный Крест работал в России с 1998 года и входил в десятку крупнейших. По некоторым данным, за границей сейчас до 10 тысяч его туристов. Всего же пострадавших может быть около 20 тысяч. Ответственность туроператора застрахована на 100 миллионов рублей. Но, по словам пресс-секретаря Российского Союза туриндустрии Ирины Тюриной, компенсировать всем все потери, скорее всего, не получится. При остановку деятельности в Южном Кресте объяснили сильным падением спроса на фоне банкротства других туроператоров. Нынешняя ситуация на рынке с самого начала года была очень плохая, хуже, чем кризис на 2009. Экономический кризис, политическая ситуация. То есть народ не был уверен, что сейчас надо тратить деньги на зарубежные поездки. Но после череды банкротства, вот в середине июля, поскольку люди перестали доверять турфирам, продажи вообще стали практически. И это добило многие компании, которые, в общем, не очень хорошо себя чувствуют. Азиатские биржи сейчас не могут определиться. Годовая инфляция в Китае в августе замедлилась до 2%. В июле было 2,3%. А это говорит о том, что экономика страны не твердо стоит на пути выздоровления. ММВБ и РТС вчера закрылись в разные стороны. Официальный курс доллара на сегодня 37,17 копеек, евро 48,06. Минком связи может ужесточить проверки айфонов, которые ввозят в Россию. Об этом заявил глава ведомства Николай Никифоров. Сейчас смартфоны от Apple из-за программной блокировки не работают в высокоскоростных сетях LTE у ряда российских региональных операторов. Среди них, отмечает коммерсант, даже есть крупнейший оператор связи Татарстана, компания TAT Telecom. Если Apple не изменит свою политику, говорит Никифоров, Минком связи начнет, цитата, «жёсткие проверки, все ли ввозимые смартфоны Apple поддерживают работающие в России сети». Отмечу, что у операторов из «Большой Тройки» таких проблем нет. У меня всё. Спасибо, Денис Талаев, деловые новости. Живая цепь, которая разделяет Испанию. Жители Каталонии возьмутся сегодня за руки, чтобы добиться независимости от Мадрида. Референдум планируют провести уже в ноябре, несмотря на противодействие центра. На акцию собираются прийти больше 300 тысяч человек. Ну а сама она начнется ровно в 17.14 по местному времени. Именно 300 лет назад, в 17.14 регион лишился своего суверенитета. Константин Гальденцвайк оценил атмосферу и масштаб движения масс. Уже декорации к митингу в Барселоне предвосхищают его содержание. Деревья служат символом самобытных корней каталонцев, колонны из избирательных урн, устремившихся ввысь, символом демократичного и бескровного создания новой страны. Этот сепаратистский сценарий написан не в чиновничьих кабинетах, а в Национальной Ассамблее Каталонии, вне партийном и всенародном объединении. Здесь перед людьми выступят наши лидеры, а сотни тысяч демонстрантов выйдут на эту и вот эту улицы, пересекающую весь город. Толпа манифестантов, расцвеченных в гигантский флаг Каталонии, растянется на 11 километров буквой Ви, как Виктория, то есть Победа. Как это будет, видно по акциям меньшего масштаба, которые каталонцы, стремясь привлечь внимание мира, уже провели в США, Австралии, Европе и, конечно, в свободолюбивой Шотландии. В то время как Лондон умоляет шотландцев не бросать британское королевство, Мадрид делает вещь, что каталонской проблемы просто не существует. Ежегодно мы, богатейшая область страны, переводим в столицу огромные платежи, 2200 евро на человека, но даже при этом главные потери не деньги, а наша идентичность и права. Ровно 300 лет назад, 11 сентября, Барселона, продержавшись в осаде полтора года к ряду, потерпела роковое поражение от испанцев, утратила автономию, но не сдалась. Беспримерное упорство, в какой еще стране Европы день сдачи столицы объявили национальным праздником в назидание потомкам. Сегодня они именно сюда, к памятнику национальному герою и каталонскому главнокомандующему раненому здесь в тех же боях Рафаэлю Казанове понесут цветы. Впрочем, вновь воевать с Мадридом за независимость в 21-м столетии даже для самых ярых сепаратистов идея безумная, ведь экономически Мадрид они и так давно победили, а политически одолеть надеются уже в ноябре. Хотите ли вы, чтобы Каталония стала отдельным государством? И если да, согласны ли вы, чтобы она была независимой? 20 лет назад каталонские левые были чуть ли не единственным в стране движением, задававшим такие вопросы вслух. Но чем упорнее недовольство самих каталонцев игнорировал Мадрид, тем больше соратников в этой борьбе появлялось у них. Сегодня уже главных претендентов на власть в Барселоне. Теперь заодно с ними пять ведущих партий Каталонии, на стороне которых 60% избирателей, а на повестке дня референдум о каталонской независимости 9 ноября. По итогам народного волеизъявления Каталония уже в апреле выйдет из-под испанской короны, обзаведется госграницей, своими налогами, армией и разведкой. По плану все дружно и мирно, но по факту Конституционный суд Испании, ноябрьский референдум, объявил незаконным. Чтобы какая-либо область получила независимость, референдум должен быть общеиспанским, а согласиться на него должны две трети депутатов Конгресса Испании. 90% из них уже выступили категорически против. В Каталонском парламенте у сторонников сохранения единой Испании всего 19 мандатов из полутора сотен. Возвание этого меньшинства к букве закона едва ли услышат те, кто ради духа свободы этим вечером выйдет на улицы. В одной лишь Барселоне на митинги за независимость Каталонии ожидают больше полумиллиона человек. Константин Глебисвайк, Георгий Угаров, Шакий Егаян, НТВ, Испания. Есть посадка. Такая надпись несколько часов назад появилась на всех экранах в Центре управления полетами. В это время в казахстанской степи приземлился экипаж корабля «Союз». Александр Скворцов, Олег Артемьев и астронавт Стивен Свонсон благополучно вернулись из непростой командировки на Международную станцию. На орбите они работали почти полгода и на Земле первым делом попросили фрукты. За возвращением следила Инна Осипова. Саша, Олег Стив, увидим, прощается. Космическая вахта Александра Скворцова, Олег Артемьева и астронавта НАСА Стивена Свонсона длилась 169 суток 5 часов 6 минут. За это время они пережили немало моментов, которые можно использовать для сценария очередного блокбастера. Уводили Международную космическую станцию от возможного столкновения с фрагментами европейской ракеты-носители. Принимали грузовые корабли, дважды выходили в открытый космос, где запустили наноспутник. Проводили эксперименты и даже ликвидировали задымление в отсеке МКС. А вот дорога домой прошла в штатном режиме. В 3 часа ночи транспортный пилотируемый корабль «Союз» отстыковался от МКС. В 5.30 началось торможение. В 6.23 по московскому времени уже весь мир наблюдал за приземлением. В центре управления полетами загорелась надпись. Капсула с экипажем приземлилась в казахстанской степи, в 148 километрах от города Джисказган. Безопасность при этом обеспечивали 200 вынослужащих, 14 вертолетов и 2 самолета. Из капсул гостей из космоса выносят на руках.